Девушки отдыхают Девушки отдыхают А еще ее называют очень говорливой кошкой Говорливая, она целый день болтает Это болтушка Она и муркает Она и мяукает Ее мяуканье может быть абсолютно разного характера Понимает это только хозяйка Разговаривает целыми днями Ждет хозяина, без хозяина Еще, наверное, телевизор смотрит Сейчас пика очень спокойная А как вообще по жизни в спокойной обстановке В ее, каков ее нрав? Каков ее нрав? Да вот такой, что Она целый день может и бегать Они активны Очень активны До того, что ее можно найти и на шифонере И в шкафу Все сама открывает Как человечек Я услышал, что кошки данной породы Они являются лекарями И очень сильно помогают Именно при детских заболеваниях Аутентизма и так далее Вот это правда, нет? Да Эта кошка сама по себе не агрессивная Она несет позитив Естественно, если она будет с ребенком Да и вообще с любым человеком Вот То есть она несет свое лечение Своим характером Своим позитивом Своим мурлыками Ну что же Да, что же Потрясающая кошка Вы, уважаемые друзья Нам сейчас нужно уходить на новости Все-таки прямой эфир Но мы вернемся Мы с вами не прощаемся Мы еще поговорим о особенностях этой кошки Сейчас новости на телеканале ОТВ А далее продолжим отмечать Всемирный день кошек Всем доброго утра Это телеканал ОТВ Программа «Наше утро» Сегодня 1 марта Первый день весны Международный день кошек Как вы видите по нашему сегодняшнему гостю На часах в студии 7 часов 52 минуты Среда На улице тепло Минус 2 градуса всего Ну и давайте поговорим о пробках В целом состояние улиц города рабочее Пробки оцениваются всего в 3 балла Но есть небольшие заторы Перекресток проспекта Ленина И улицы Героев Тонкограда Будьте внимательны Немного стоит А также проспект Ленина С улицей Энгельса Пересечение Затруднено движение По традиции начинается пробка На Ленинградском мосту А также будьте внимательны Перекресток Красноармейской Братьев Кошириных стоит И вообще на улице Братьев Кошириных Две аварии Будьте аккуратны Планируйте свой маршрут Чтобы везде успеть Ну а я напоминаю Что сегодня Международный день кошек И у нас в студии Татьяна Минаева И Пика Пика уже немного адаптировалась В нашей студии Но пока еще чуть-чуть боится Татьяна, вот расскажите, пожалуйста Порода очень своеобразная Да, вот мы видим Форма головы Форма носа Тулощи Скажите, а где она была выведена? Эта порода выведена Из сиамской породы Которая произошла На тайском полуострове То есть сиамская порода И ориентальная Это одно и то же Разница только в окрасах У сиамской породы Окрас, ну вот видели Может быть черная маска Это поинт называется Пика у нас иностранка Да А ориентальная порода Это уже разные окрасы Солидные Татьяна, ориенталы очень модные сейчас Да, сейчас тут моде Каждый южноуральец может позволить себе эту кошку Какова цена приоткройте завесу на кошечку Такой породы? Ну на эту кошку цена в среднем 500 долларов Ну да Но можно и подешевле купить То есть не в разведении А можно и подороже в разведении Ну то есть в принципе Если ты мечтаешь о такой кошке И планируешь завести ее на долгий период Можно подкрепить Немного, немало Ну что ж Спасибо вам большое Татьяна Спасибо Пика Езжай домой В нашей студии была красавица Кот Ориентал Пика Она сегодня Отмечала вместе с нами День кошек Ну и также и хозяйка Пики Заводчица кошек Татьяна Минаева Спасибо вам и доброго дня